Мы переходим к тому, что нам важно будет, как раз для дракона, генетика популяции. Слово популяции слышали когда-нибудь? Да. Ага. А кто может попробовать дать определение популяции? Чего это такое? Численность определенного вида. Численность определенного вида. Популяция – это просто число. Ну, есть экологи, они контролируют популяцию птиц, зверей. Не экологи, а бедные птицы и звери сами по себе без экологов не умеют регулировать. Чистос. То есть до возникновения человечества численность популяции была вообще бесконтрольна. Да. Но если нет людей, то нет экологов. Господи, бедные живые существа, как же они выжили без нашего мудрого контроля. Как все равно эти животные вымирают, если такое? Ага, значит, экологи вроде как ни при чем. Экологи могут прийти и посмотреть на веселые картинки. Не более того. Прошу. Может, это совокупные все волосы быть данного вида? Когда-либо существовавших на нашей планете. Данного вида. Данного вида. Кролики. Итак, популяцию кроликов входят все от первого кролика, произошедшего... Живущих на данный момент. Чего? Живущих на данный момент. Живущих на данный момент. Скажите, пожалуйста, в каких местопитаниях входятся кролики? С тех или со стих. Ага, отлично. Упрощу вам задачу. На каких континентах нашей планеты входятся кролики? Во всех кроликах стран. Ага, человек залез и чуть ли не вообще... И, значит, все кролики планеты Земля составляют единую популяцию. Популяция кроликов. Редовая популяция кроликов. Все слабо. Так вот, ребята, нет, на самом деле это не ошибочно. Можно говорить о рядовой популяции. Но более осмысленный другой подход. Давайте определение запишем. Популяция – это группа особей одного вида в течение ряда поколений. Это очень важная вещь. В течение ряда поколений, проживающая на одной территории. Кто знает, как называется такая территория проживания? Ареал, совершенно верно. На одном ареале и размножающаяся преимущественно внутри ареала. Внутри ареала. Сейчас посмотрим, почему это определение одно из важнейших. Ну, смотрите, во всем Крыму воробьи живут. Да. Да, живут. То есть, на самом деле, видовой ареал домового воробья покрывает весь Крым. Если, по слову разведчиков, посчитать встречных воробьев в разные точки Крыма, то они в разных местах одинаковое количество насчитают? Нет. Поэтому плотность населения на этой территории, воробьиного населения, совершенно разная. А есть ли места, где воробьи в Крыму принципиально не селятся? Ареал? Ну, есть, посередине морских заливов будут воробьи или нет. Нет, делать им там нечего. Если бы в Крыму были высокие горы, как на Кавказе, с ледниками, голыми скалами, там бы можно было воробьевку жить? Нет. Тоже им делать нечего. Так что ареал был с ней обязательно непрерывный. Ареал очень часто бывает с такими разрывными. Да, отлично. Схематический Крым, Керсинский полуостров, Южный берег, Тарханкут, Севаши. Отлично. Хорошо, мы с вами где-то вот здесь. Скажите, пожалуйста, с какой вероятностью воробей, обитающий вот здесь вот, рядом с Ашковой, полетит размножаться, искать подругу куда-нибудь? Смотри. Скорее всего, с кем он будет размножаться? С тем, кто рядом. Ну, с тем, кто рядом. Зачем так далеко бегать по Салаватсу? И здесь местных достаточно. Итак, вот у нас зона Леокерпченских городов. Теперь, если представляете себе, как устроен Южный берег. На Южном берегу были? Да, в общем. Отлично. Вы вот здесь где-нибудь, в районе Салават. А вот здесь-то у нас что? Буквально в двух километрах от берега. Горы. Горы. Высота? Ну, два. Километрах от кутора. Километрах от кутора, совершенно верно. Роман Куш, самая высокая вершина, немножко за два километра. Скажите, пожалуйста, в районе Судака, да? Скорее всего, будет размножаться с воробьихой Южного берега или с воробьихой Степного Крыма? Южная земля. Ну, конечно. Расстоянка одинаковая, но здесь через полы летит. Это понятно? Да. Так что некоторыми барьерами популяция бывает разрезана на участке преимущественного размножения. Почему это оказывается важным? Что такое мутация? Кто может дать определение? Что называется мутацией? Это ошибки. А при копировании... Ошибки в чем? В причине для изменения кровосомок. Так, изменение генетического текста. Вы все правы. Ну, договоримся, чтобы было просто более-менее общее определение. Ошибки эти носят закономерные или случайные? Совершенно случайные. Совершенно случайные. До того, как произошла мутация, можно ли предвидеть, какой именно ген и каким именно образом мутировали? Совершенно невозможно. Так, мутация событий непредсказуема. Единственное, можно что сказать? В каких условиях чаще будет происходить мутация? Вот это можно сказать. Но они так и останутся непредсказуемыми. Либо можно сказать, какой участок генетической записи с большей вероятностью ломается. Ну, в каждой системе есть слабые узлы? Есть. В геноме тоже есть. А вот как именно сломается, сказать нельзя никак. Хорошо. Теперь. Организм начинает читать такой поломанный ген. Какой белок он в результате построит? Такой же, как должно быть по инструкции? Нет. Нет. Белок начинает работать и выясняется, что строит он тот фен, который был запрограммирован, или какой-то другой случай. Таким образом, случайное изменение генетической информации будет приводить к случайному изменению внешних признаков. Учтите, что уже на этом этапе, на дорожке от гена к фену, случайность подвергается контролю. Фенетические проявления мутаций, если уж говорить совсем строго, не являются совершенно случайными. Но это уже, как бы это сказать, материя высокого полета, пока мы туда не лезем. Пока для нас важно вот что. Важно то, что на южном берегу произошла мутация номер один. Возник воробей с красным клювом. Ну, просто вот такой красивый рубиновый красный шнобель. Все чудесно. Так? А вот здесь, в районе Керчи, произошла случайно совершенно другая мутация. Возник воробей с павлиним хвостом. У него у бедолаги просто количество углевых перьев резко увеличилось. Отлично. Теперь давайте думать. Пройдет с десяток воробьинок поколений. Десяток лет прошло. С какой вероятностью вот в этой точке Крыма будут появляться краснофлювые воробьи? С низкой. С низкой. А где вероятнее всего? Там. На южном берегу. Да. С какой вероятностью на южном берегу угл павлиньевые воробьи появляются? С очень низкой. С низкой. А где павлиньевые воробьи? Где у нас сейчас? Ага. Вы понимаете, что новые признаки, новые изменения первоначально возникают и накапливаются как раз в рамках популяции. Там, где данные звери живут, а главное размножаются друг с другом из поколения в поколение. И здесь будут возникать новые наборы сочетаний генов. Так? Вот это основа для вида образования. Если такое сочетание генов, возникающее в какой-либо популяции, оказывается выгодно для какого-то приспособления, то эта популяция со временем может дать начало новому риту. Идея к понятному? Да. Вот сейчас и попробуем разбираться немножечко с теми генетическими законами, которые появляются при анализе жизни уже не отдельного существа, а целой популяции. Итак, генетика популяции. Первый и на самом деле до сих пор чуть ли не важнейший закон генетической популяции был открыт в начале 20 века двумя людьми независимо друг от друга, как это часто бывает в науке. Один из них медик, который просто анализировал историю болезни, а второй математик, который вообще к биологии отношений не имел. Его заинтересовала генетика, и он стал решать некоторые генетические проблемы просто как математические задачи. Эта парочка, Харди и Вайнберг, совершенно независимо, выводит один и тот же закон. Закон Харди-Вайнберга. Закон Харди-Вайнберга относится к так называемому идеальному закону. В физике таких законов полным-полно, и таких моделей полным-полно. Идеально. Допустим, модель идеального газа. Или модель абсолютно черного тела. На самом деле, реально таких объектов на свете нет. Абсолютно черное тело – это тело, которое поглощает полностью без остатка и видоизлучение. Просто невидимое получается. Оно невидимое, а оно какое? Очень даже видимое будет. Вот абсолютно черных тел не бывает. Так что, как идеальных газов не бывает. Вопрос, зачем же это интересно в физике? А смотрите, как можно описывать свойства любого конкретного газа. Можно, конечно, взять его экспериментально. Можно запросто. Так как получили новый газ, будете доброй сесть и исследовать. А можно сделать иначе. Можно вывести некоторую формулу, которая касается всех газов, а потом что с ней делать? Немножко, да. Вносить поправочные коэффициенты. Что удобнее? Второй. Второй путь, конечно. Так? Так что идеальные модели, идеальные формулы – это очень такое хорошее научное подспорье. Один из инструментов работы науки. Так вот, Харди Вайнберг относится как раз к идеальным законам. Почему? Потому что он описывает такую популяцию, которых на самом деле на свете не бывает. Касается он панмексических популяций. Панмексическая популяция. Что такое панмиксис? Вы спрашиваете, у нас? Ага, у вас. Пан – это всеобщий. Вы совершенно правы, это чудесно. А миксер – это что за бытовой переводчик? Общий, он все сливает вместе. Смешивание. Значит, панмексическая популяция, популяция, где происходит всеобщее перемешивание. Перемешивание чего? Всех видов генов. Для того, чтобы популяция считалась панмексической, должно быть выполнено несколько условий. Первое условие – настоящий панмексис, только если популяция достаточно большая. Но это сотни особей, а лучше тысячи. Если популяция маленькая, случайное перемешивание не выйдет. Для этого надо статистику узнать, хотя бы чуть-чуть, чтобы понять почему. Итак, первое условие – панмексическое, достаточно крупное. Второе. Крупные популяции на свете встречаются, это выполнимо. Второе условие – невыполнимо. Все члены панмексической популяции должны иметь строго одинаковые шансы на размножение с любым другим членом. Каждый участник может заняться любовью с любым другим участником. Без всяких исключений. На самом деле этого не бывает никогда. Но я уж не говорю про сложные случаи типа наших с вами развитых популяций позвоночных. Ну у нас как? У нас существует самое разное деление членов популяции на разные ступеньки. По возрасту, по полу, по социальному положению, по религиозному исповеданию, по культуре, по национальности. Вот эти вот границы, которые разбивают единопопуляцию, они дадут возможность всеобщего перемешивания? Не дадут? Не. Не, не дадут. Но берем самый простой на свете случай, бактерии. У них должны такие вот сегрегационные границы работать. Ну сложно себе представить религиозное противоречие среди бактериальной группы. Вроде там должно все чистенько проходить. Кстати, а у бактерий-то половой процесс есть или нет? Нет, у них нет. Вах? Нет, нет, нет. Есть, конечно. Именно они изобретатель полового процесса. Вообще, все самое интересное, самое главное и важное на нашей планете изобретено как раз бактериями. Больше трех миллиардов лет назад. А мы это уже делаем. Мы, в смысле, элкорио, стоящие рейдеры. Это дело наследуем, совершенствуем, видоизменяем. А первооткрывательные бактерии. Отлично. Берем чашку Петрия. Что такое чашка? Петрия, которая накапливает питательные среды. То есть еда для бактерий есть, все слабо. Так. И вот сюда капнули капельку культуры бактерий. Внесли в жителей. Бактерии тут же начинают с удовольствием завтракать. И по завтракам размножаться. Потом завтракать, размножаться. Завтракать, размножаться. Чем-то еще они занимаются. Нет, больше ничем не занимаются. Два самых главных дел в жизни. Как будут выглядеть, допустим, бактерии ярко окрашены. Ну, каждая клетка малюсенькая, под микроскопом плохо видно. А если их сотни миллиардов, увидите, ярко окрашено. Конечно, вы увидите яркое педотно, бактериальная колония. Ну, а какую форму будет принимать бактериальная колония? А то окрашено. Приятно. Ну, вот первоначально, первый день. Здесь, по всему дну есть питательная среда. Мы копнули в середину. Ну, значит, она в конце. Степенно копрухи пока. Ага. Хорошо, круг. Отлично. Увидели такую, допустим, красную клявь? С центром, в той точке, куда мы как-нибудь. Пришли на следующий день. Что мы увидим? Волнистые края. Ну, волнистые края это из-за неоднородности. Это верно. Но дело в том, что мы увидим уже другую совершенно картинку. Смотри, давай, как будет картинка. А почему здесь никого нет? А здесь еду съели. Это понятно? Ага, отлично. А в результате бактерии из этой части сектора, скорее всего, будут размножаться бактерии из этой части сектора или нет? У нас, знаете ли, появилась пространственная неоднородность. Вот пространственная неоднородность. Это снимаемая или неснимаемая особенность популяции? Не знаю. Вот всякие социальные, религиозные, возрастные. Это все можно преодолеть. А распределение в пространстве непреодолимое. Поэтому реально панмексических популяций, конечно, не бывает. Это модель. Понятно, почему это идеально? Ага, отлично. Ну, а теперь попробуем представить себе, как все-таки вот обстоят дела в панмексической, где вот эти настоящие ограничения не работают. Для затратки берем всю панмексическую популяцию, мы ее проверили. Селить мы собираемся где-нибудь на необитаемом острове. Ну, чтобы какой-нибудь варят не пришел, не притащил с собой новинки гены. Так? И мы совершенно уверены, что, допустим, по признаку цвета, все особи этой популяции гомзибута. Вот нету другого аллеля, ни у одного. Так? Отлично. Ну, мне лень 10 тысяч особей выписывать, поэтому я ограничу десятком. Можно? Да, можно. Хорошо. Итак, один, второй, третий. И все они, допустим, это признак там окрасок, все они одинаковые, мы отличники. Мутационный процесс остановим или не остановим? В смысле? Можно ли представить себе ситуацию, где у живых существ мутации вообще не происходит? Нет. Нет. Ребят, одно из оснований, чуть не самое главное на самом деле, мутационного процесса, это просто тепловое движение молитвы. А тепловое движение остановим или нет? Нет. Нет, мутации происходят всегда. Частота их может немножко меняться. Это, да, иногда очень сильно меняется. А вот так, чтобы взять и остановить мутацию, мутирование, это совершенно невозможно. Может ли интересующий нас аллель у кого-то мутировать? Да. Может. Если эта мутация произошла в половой клетке, то эта мутация будет перед на потомство? Да. Будет. Отлично. Вот это вдруг Вася заработал мутантный аллель. Негласное правило. На самом деле это не строгое правило, и мы с ним разберемся даже не на следующем занятии, а через занятие. Так? Два разных типа. Два разных типа. Два разных типа. Математическое уравнение Вайнберга, оно не настолько и сложное, но давать я вам его не хочу. Я хочу вам объяснить все на пальцах. А попробуем выяснить вот какой вопрос. С какой частотой, частота встречаемости мутантного аллеля? Сколько у нас всего аллеля здесь зависит? Один. Двадцать. Из них девятнадцать аллеля А большое и один какой? А один. Значит, частота встречаемости мутантного аллеля девятнадцать к одному. Согласны? Да. Согласны. Предположим, эта мутация не дает никаких преимуществ. Носитель такой мутации не имеет никаких преимуществ перед всеми остальными. Но и ничем не мешает ему жить. В результате, по шансам на выживание, вот этот друг Васи чем-нибудь от вот этих включается или нет? Нет. И на размножение от мутаций тоже никак не влияет. То есть количество детей у любого из этих членов популяции, у Васи, будет отличаться или не будет? Нет. Не будет отличаться. Чудесно. Считаем, что каждый из этих ребят, ну ясно, чтобы получить детей, надо образовать пару. Создавал пару, вот эти все пары образованы. Славно. Допустим, каждый парень родилось, пара родителей, дало начало шести детям. Так? Ага. Со временем родители померли, прожили свою долгую счастливую жизнь, с ним было все чудесно и так далее. Вот, ну, со временем померли, а дети остались. Вопрос. Сколько у нас теперь организмов? Каждая пара родителей дала начало шести детям. Шести. Ага, теперь у нас тридцать организмов, согласны? Да. Сколько всего аллелий? Шестьдесят. Шестьдесят. Это в следующем поколении тридцать организмов, соответственно, шестьдесят аллелий. Вопрос. А в этом втором поколении с какой частотой встречается мутантный ген? Пятьдесят четырех, четырех, четырех. Сократите. На двадцать какого. Частота изменилась? Нет. Нет. Отлично. От детей родились внуки. Количество особей увеличилось. А что с частотой встречаемости мутантного аллеля? Нет. А если там, там может получиться так, что будет рецессивный, двое дадут рецессивное... Ради бога. Ну... И что? Тогда он будет... Мы еще раз говорим, проявление, проявление этого аллеля никак не влияет на выживаемость и размножение. Хорошо. Так что будет с частотой встречаемости? Останется такое. Вот это вы и сформулировали правила Харди Бейнберга, записываемого в панмексической популяции. А вот теперь пойдет длинная серия условий, ограничений. При отсутствии естественного отбора, то есть избирательной смертности, иммиграции, а что называется иммиграция, который сюда приехал, а эммиграция... Это наоборот, отравлено. Отсюда уехал. При отсутствии иммиграции, запятая, эммиграции, то есть никто никуда не уезжает. И мутации, а лейные частоты остаются постоянными из поколения в поколение. Вот это очень важное правило. То есть, если у нас произошедшая мутация никак не сказывается на выживании и размножении, а это значит не запускает естественное отбор. Если у нас не приходят никакие братья-варения и притаскивают с собой новые гены, и никто отсюда не убегает, то вот это отношение останется из поколения в поколение постоянное.